Дорогие зрители, с вами снова диалоги о ритейле. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Вы наверняка все знаете о компании Нильсон. Это ведущий мировой поставщик аналитических данных о потребительских рынках, о потребительском поведении и по фальских привычках. И сегодня у гостях Илона Леб, директора по развитию бизнеса в России и Северо-Восточной Европе. Илона, я знаю, что вы проводите очень масштабное исследование в Consumer 360 и в этом году, как раз на прошлой неделе оно было опубликовано, очень интересное. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах консюмер последнего 2012 года. Чем он отличается, допустим, от консюмера, который был года два назад? Что нового появилось в потребительских привычках, поведениях? Ну, особо мы должны понимать, что потребитель, он не меняется каждый год. То есть это человек... Нам кажется, что все меняется. На самом деле мы очень консервативны и свои привычки... Ну, нам некомфортно менять, да, то есть какие-то радикальные изменения. Но хотелось бы подчеркнуть, может, несколько вещей, которые... Ну, не масштабные изменения, но тем не менее, как он отличается. То есть, первое, да, все больше и больше людей, значит, пользуются интернетом, услугами при покупке одного или другого товара. Второе, это бы сказал, что он стал очень... Ему стали нравиться очень промо, что происходит в магазинах. Ему, если раньше, да, то есть, как бы, если есть, что самое дешевое, теперь это нет, ему очень важна справедливая цена. Что-то, наверное, на первую очередь выходит при выборе товара, магазина, что-то. Ну, как бы, его не обманывали за то, что он платит, то и получает. И четвертое, вот, думаю, чем он отличается, да, если раньше там была цена, все в магазине, сегодня ему очень важно обслуживание, да, то есть, если раньше мы привыкли о том, что там очередях, там, касок не подъехать, далеко ехать, там, нам хамят, это как бы норма. Главное, чтобы все было в одном магазине. То теперь, вот, как бы, как нам относится, какой сервис, какое обслуживание, это становится в топ-3 атрибутов при выборе магазина. Я бы сказала, вот так. Да, это очень интересно. Напомните, это исследование проводится в России или во всем мире? Ну, исследование проводится во всем мире, в том числе и в России, да, то есть, это не одноразово, это мы, в принципе, меряем настроение покупателя ежеквартально, то есть, потребление на ежемесячной основе, его предпочтение, да, то есть, покупать как минимум раз-два раза в году. То есть, это, ну, как покупатель меняется, как сцена розницы меняется, так мы ее отслеживаем на регулярной основе. Просто 360 – это площадка, это день, когда мы все собираем самое интересное и рассказываем нашим партнерам, да, то есть, ну, данные не есть постоянные и обновляются. Ясно, спасибо. Я прочитала вот ваше исследование, что 9 из 10 россиян остаются довольны своей первой онлайн-покупкой и в дальнейшем посещают онлайн-магазины. О чем эти цифры могут говорить? О том, что, почему такое большое количество интернет-покупателей, да, приращиваются постоянно, и это что значит, что их не останавливают, не пугают традиционные проблемы с доставкой, с сервисом, с оплатой через интернет? Ну, скажем так, да, то есть, это, в принципе, ну, российский покупатель, человек, да, очень высокое его проникновение в интернет стало, да, и очень быстро нам нравятся новые технологии, новые вещи. Второе, это, там, как бы, тоже, ну, такой мотивации или фундаментом, почему человек идет, покупая через интернет-магазин, это нехватка площадей, да, то есть, торговой площадей. Это, в принципе, это быстро и удобно, да, то есть, он, он экономит время при этом, да, главные такие факторы, он, то есть, его меньше стресса, да, то есть, потому что, как добраться, как донести, да, то есть, он спокойно дома смотрит, может, даже отзывы. И третье, там, да, то есть, он контролирует расходы, да, то есть, если раньше мы покупали, ну, вот такое, мы же так, отличались таким, может быть, даже транжирством и покупали миссию, ну, неплохо бы иметь, то теперь, вот, как бы, мы понимаем, когда идем в магазин или выбираем, что мы должны это купить, да, то есть, и оно, оно отличается миссией, одно отличается отношение покупки. Тем не менее, что мы не можем сказать, что там онлайн, он огромный и для товара повседневного спроса, потому что много людей, а покупатель у нас все-таки повседневного спроса, это женщина, это среднего возраста, да, то есть, как бы, она все-таки доверяет тому, что она видит, ей важно потрогать, ей важно походить, сравнить и так далее. Что касается электронных, там, товаров, да, то есть, как бы, мебель, там, электроники или телефонов, да, тут, как бы, понятно, тут очень много можно прочитать характеристики в магазинах, и тут, конечно, процент продаж, он растет, и вот этим онлайн-торговлей, наверное, кто только не занимается, да, то есть, всем это интересно. Но понимать, что какой рынок и какой, куда он развивается, конечно, пока вот оценить это очень, это очень сложно. Я интересную цифру увидела в вашем исследовании, что российский рынок онлайн-торговли или что-то там, количество интернет-пользователей в России, это номер один в Европе, да? Да, 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 так оно и есть, да, то есть, ну, вообще-таки, наверное, любим новинки, да, то есть, что интернет такими всеми мирными шагами, да, то есть, если телефоны, то тоже у нас смартфоны, наверное, одни из Европы, Америки, самая большая доля рынка, то есть, если телефон мобильный, то два, да, то есть, как бы, поэтому мы быстро привыкаем, и нам нравятся новые, новые вещи. Конечно, этому способствует, мы проводим много времени в интернете, и это, конечно, способствует поведению покупательства, потому что мы видим, сколько там рекрам, что только не предлагают нам купить. Да, очень интересно. А вот одно из направлений, которое также в этом исследовании затронуто, это исследование среднего класса, которое определяется как уровень дохода в 10-20 тысяч долларов в год, да, на человека или на семью, я не могу уточнить, по-моему, на человека. Да, и вот в чем различие российского среднего класса от европейского, в том числе и потребительских привычек? Ну, наверное, там тоже уровни доходов, первое отличаем, да, то есть, второе, это самое, что, ну, сколько и средних доходов мы тратим на товары повседневного спроса, да, то есть, на сегодняшний день, да, то есть, покупатель европейский, западный европейский, да, когда пришла ресессия, она пришла везде, где-то больнее, где-то сильнее, где-то быстрее, но она, в принципе, она признана, что она везде есть. Но там статьи экономики, они были совсем другое, да, то есть, это были рестораны, это было, там, экономили за счет электричества, это обновление квартир, машин и так далее. То есть, принцип потребления продуктов питания, да, то есть, или персональной гигиены, оно не сократилось, да, то есть, объемы, они остались прежними. Может быть, просто там человек перешел на более дешевые продукты, там, на чашную марку там числе, как в России, которая очень огромная часть, там, больше треть, он тратит на продукты питания, а цены инфляции у нас было за 4 года, там, на некоторые продукты, товары, там, 60-50% выросло. То есть, он, в принципе, доходы-то не выросли столько, то есть, ему нечего, не остается, как именно экономить на повседневный спрос. И первые, вот, которые пострадали, да, с товара, продукты питания, которые мы любили, но которые не первые необходимы всегда, так как алкоголь, это шоколад, это соки, да, без которых мы можем жить. Не пострадали только, наверное, те, которые, там, молоко, вот, первые необходимости и новые категории, которые тоже нам новые нравятся, как сухие завтраки, как детское питание и так далее. Но, в целом, да, то есть, как бы, мы должны понимать, что рынок потребления в России, он уже не растет так двухзначным цифрам, да, то есть, если 12-й год, то есть, 11-й по сравнению с 10-м, то есть, это где-то в пределах 4-х процентов, это не огромное количество, да, то есть, и Вересеси, конечно, еще дает о себе знать. И на сегодняшнего, да, то есть, как бы, тоже покупателя нашего России все-таки на первом месте сейчас заботится о здоровье, на втором экономика. Как западного, да, то есть, если мы сейчас посмотрим, что его экономика и его работа, он тоже сомневается о своей работе, то есть, будет ли работа или нет. На втором это расходы на коммунальные услуги, как нашему человеку все-таки еще экономика, да, но нам волнует и здоровье, нас волнует и баланс между работой и личной жизнью. То есть, мы не впали в пессимизм, да, то есть, мы, у нас все-таки есть уверенность, что работа будет, да, то есть, когда пришла Россия, все стали бояться, что работу потеряют. Теперь, да, они понимают, что экономика, она нас волнует, но что вот стабильность работы будет на последующие 12 месяцев, мы уверены в этом. А в Европе нет такой уверенности? Нет такой уверенности. И она влияет? Да, то есть, она влияет на потребление. Очень интересно, очень интересно. Вот вы уже упоминали, что российские покупатели очень любят новинки, и согласно вашему исследованию, 88% российских покупателей всегда пробуют новинки. Как вы считаете, сами вот ритейлеры и потребители, они эффективно используют вот этот тренд, это желание пробовать новинки всегда? Ну, смотрите, да, новинка-новинки рознь, да, то есть, потому что для сети, да, то есть, это всегда, то есть, как бы для розницы, он хочет иметь такой товар-ассортимент, который 100% продаваемый, да, то есть, есть новинки, которые срабатывают, да, и наоборот, привлекают, делает покупателей. Лояльно, потому что это магазин предлагает всегда что-то новое, да, то есть, есть новинки, которые, может быть, даже не новинки, они незаметны, не продаются, а занимают просто полку, да, то есть, и как раз, вот как раз сейчас в ресиссе, да, то есть, эти меньше всего хотят рисковать и брать огромное количество новых продуктов. Чтобы вы понимали, да, то есть, мы видим, что, то есть, до сих пор, да, то есть, каждый месяц мы видим, что на рынок приходит даже в категории 100 новых продуктов, да, то есть, и это, конечно, это кошмар и каос иногда бывает. Покупатель не понимает, что это такое, там, сеть не понимает, что это такое, да, то есть, и, ну, такой все-таки должно быть более какой-то, ну, не знаю, структурированной категории. И, что касается новинок, я не могу сейчас сказать, что 8, там, наверное, делится, что, скорее всего, не 88 людей хотят там покупать эти новинки, но там, по-моему, там топ-10 атрибутов, как он выбирает магазины, там 10 есть, что я хочу, чтобы магазин, куда я хожу, предлагал мне что-то новое. Ну, то есть, какие-то были новые товары. И как ритейлеры могут это использовать для себя? Ну, они как-то могут этим управлять, этим желанием, допустим, предлагать? Ну, они могут взять риск, конечно, и закупать, и ставить на пол, потому что если покупатель замечает это, ему интересно, то почему нет, да, то есть, это новинки, это не только там, вот, как бы, новинка, на, то есть, привлекает уже интерес к самому потреблению самой категории, да, то есть, если там, ну, например, там же матч какая-то там, да, то есть, это новая, там, 3-дей какая-то, да, то есть, оно не только тогда правильно покупается, но интерес к категории, категория увеличивается сама, да, то есть, за счет новинок. Да, очень интересно. А, вот, такой вопрос, как российские потребители принимают сегодня решение о покупке, вот, согласно вашему исследованию? Ну, смотрите, да, то есть, что... Немножко мы уже начали об этом говорить. Да, то есть, ну, наши, если, вот, раньше, да, то есть, как бы, все-таки влияла, в общем, там, реклама, лояльность, и, ну, там, что говорят друзья, то есть, на сегодняшний день, да, то есть, мы видим, когда в магазине приходят, и реклама была только, там, не знаю, по телевидению, по, там, по радио. Сейчас мы приходим в магазин, и нам, с нами говорят тысячи продуктов, да, то есть, как бы, мы, может быть, думаем об одном, когда мы идем в магазин, когда мы идем в магазин, мы, в принципе, мыслим категориями, да, то есть, надо купить мыло, надо купить, там, не знаю, кофе, надо купить, там, не знаю, сахар или муку, да, то есть, мы же не пишем, что хочу бренд такой купить, да, то есть, если только категория, ну, какой-то бренд не стал категорией. И когда мы приходим в магазин, нам тысячи продуктов, они нам сверкают и с ума сходят, да, то есть, конечно, это зависит, как поставлены на полке, какие промо, какая цена, кто дает попробовать, там тысячу, ну, может, не тысячу, меньше, тысячу соблазнов, да, то есть, как бы, мы даже можем, решили, что у нас в списке нет соковой категории, мы пришли в магазин, мы не знаем, что купить, но увидели там соков минус 30, да, то есть, и мы покупаем. К чему я это говорю? Тому, что исследование показывает, что 50% решений, да, то есть, что мы покупаем, сколько покупаем, это происходит в магазинах, да, то есть, как бы, и, конечно, от этого зависит, как товар, какая цена, как он положен, как он, на каком уровне полке, это на уровне глаз или какие-то палеты, в принципе, вот так вот. Понятно. То есть, сегодня потребитель еще больше, чем раньше, принимает решение о покупке именно в магазине. Да. И ритейлеры, ритейлерам, наверное, и производителям следует это учитывать? Конечно, потому что для многих производителей, ну, там, таких категорий, как пиво, я не знаю, табак, допустим, то есть, это единственное место, где он может сказать что-то о потребителе, это магазин, да, при запрещении всей рекламы, да, то есть, на телевидении, на YouTube. То есть, единственное место, где он может, там, соблазнять покупателей или говорит, вот как, иди ко мне, это магазин. И, конечно, большая работа производится, каких холодильников, каких дисплеек, как должен выглядеть это так, а полка или мой продукт, чтобы привлечь, чтобы он выбрал именно меня. То есть, и сети работают, и производители работают на этом, для какой категории больше отдавать окулум, я уже не говорю, там, о брендах и так далее. А вот сегодня существует такая вещь, как лояльность к бренду, как она, какова динамика? Люди остаются привержены к бренду? Во многих категориях так, да, то есть, как бы, и это, конечно, тоже очень важно понимать и производителям, и сетям, да, то есть, что, но она, как бы, лояльность, она всегда имеет, ну, какую-то границу, да, то есть, нужно понимать производителям, да, то есть, что во многих категориях, если покупатель не найдет его товара в магазинах, да, то, в принципе, ну, вот я прошел, я покупаю всегда, не знаю, один и тот же продукт, и если я не нахожу в магазине, да, то есть, иногда даже больше половины покупателей будет покупать альтернативный бренд, да, то есть, это бренд конкурента, и в чем это опасно, да, то есть, это не то, что только там, ну, я проиграл какие-то деньги, ну, как производитель, да, то есть, но я, с этого момента начинается момент переключения, то есть, я покупала всегда, вот, написано, не знаю, один и тот же напиток или одно и то же кофе, сейчас его не было, я купила, ну, альтернативный другого конкурента, и я могу, и кто знает, может, мне это понравится, да, то есть, большая часть тоже, то есть, это когда теряет производитель, да, нет продукта в наличии, другая, то самое, это когда теряют сети, да, то есть, как бы, они иногда, не знаю, по какой-то причине, по логистике, или не договариваются с производителем, да, то есть, если сейчас покупатели, которые, не находя своего любимого продукта, они просто уйдут в другой магазин, да, то есть, они не будут альтернативным брендом, они не будут, там, купить все, а потом бежать, может быть, с этим товаром другой, он просто пойдет в другой магазин, и, в том числе, вот в этом ключе, конечно, теряет сеть, да, то есть, он теряет лояльность, то есть, и там уже начинаются переключения покупателя, что он будет ходить не в его, а в другой магазин. Лояльность, как на усеке, да, то есть, что мы должны понимать, что, ну, бренд одна лояльность к сети, к рознице, она другая лояльность, да, то есть, и на сегодняшний день, что очень важно покупатель, вот, при выборе, там, четыре вещи, да, то есть, все, что мне нужно было в одном магазине, но это предоставить могут все, да, то есть, ну, так, более-менее, да, то есть, второе, это самое, что, что, то есть, всегда, то есть, мои продукты, которые я покупаю, я привык покупать в том магазине, всегда были в наличии, то есть, чтобы не было, я пришел, вот, я за этим иду, а раз и нет, на полке, да, то есть, чтобы, мне важно, что раз я уже хожу, я привыкну, что там есть, чтобы всегда было в наличии, третье, это справедливая цена, и четвертое, конечно, обслуживание, да, то есть, как-то, потому что в наших, ну, в начале, когда в пути, да, всегда сети, да, открыли, более-менее сортимент поставили, ну, и думали, кто дешевле, да, то есть, вот, вот с этим мы будем и играть, да, на рынке, на самом деле, это, ну, не, это игра во цены никуда, она не приведет, она тебя не отличит, она не дифференцирует, вот представьте, день-день, все магазины, минус 30, да, то есть, чем ты будешь отличаться, с чем привлекать покупателя, да, то есть, и многие сети, да, то есть, как бы, даже не российские, там, я украинскими встречалась, да, то есть, то есть, это делает именно акцент на обслуживание, это на проходимость кассы, это на красивый внутренний магазин, да, чтобы ему было удобно с коляской, чтобы это полки красивые, чтобы они были полные, чтобы было разнообразие товара, чтобы свежесть была, такие компоненты, ну, и, конечно, еще две вещи делать, лояльность, это бренд, да, то есть, мы, это либо частная марка, потому что частная, ну, бренд, она там всегда, ну, вызывает лояльность, да, либо, либо сеть, в дальнейшем, если хочешь, если нет своей частной марки, это торговать какими-то эксклюзивными брендами, которые они сами импортируют, да, то есть, я есть магазин, есть группа там товаров такие, которые ты можешь найти только у меня, да, то есть, поэтому очень важно, я думаю, даже и сейчас, и в будущем будет найти те моменты, да, чем мы отличаемся от друг от друга, чтобы найти своего покупателя и привлечь другого. У нас время уже подходит к концу, я бы хотела попросить Илону подножить, вот, какие на сегодня возможности у ритейлеров и производителей для привлечения покупателей, вот, можете посоветовать, да, в каких направлениях. Да, то есть, сейчас в каких направлениях будет развиваться, опять-таки, да, то есть, это, не знаю, это яйчо или курица, как вопрос первый, да, то есть, смотрите, да, что наша проблема – это торговые площади, а это, ну, особая это проблема города Москвы, да, то есть, и не хватает человеку, вот, на сегодняшний день, это магазина в шаговой доступности, да, то есть, вот эта концепция сейчас мы видим в Москве и в других регионах, они все сети над этим думают, все сети открывают маленького формата магазина, именно, чтобы человеку было удобно и около дома, да, то есть, было, гипермаркеты, да, как мы видим, что они развиваются в меньших городах, да, то есть, что, потому что там есть возможность физически где-то построить. В Москве, вот, даже, мы тоже там, у нас проект с правительством, который департамент торговли и услуг, и она, она знакома всем, да, то есть, что нет торговых площадей, очень дорогая аренда продуктов, да, то есть, аренда помещений и физически, вот, нет места, где построят гипермаркеты, и что происходит, да, то есть, как бы, строятся гипермаркеты за МКАТом, да, то есть, тоже, вот, новые сейчас сети, которые питерские и так далее, тоже рассматриваются, создаются там город, там, типа, ну, не знаю, как, то ли не центр торговли, да, за МКАТом, что это, почему это, люди обеспокоены правительством, во-первых, это пробки, потому что все туда ехали, во-вторых, это, конечно, человек, мы же тем, чтобы он там, мы хотим, да, чтобы там, не знаю, занимался семьей, сходил в парк, там, спектакль, да, то есть, он проводит день в торговом центре, потому что там и гипермаркет, там и у него и КАТОК, там и кинотеатр и так далее, то есть, как бы, какой-то такой, ну, образ жизни, да, то есть, один день из выходных мы, мы проводим в торговом центре, и, конечно, в Москве будет, что еще очень важно понимать, понимаете, когда развивается сеть и сетевая торговля, и даже шага доступности страдает в традиционной торговле, чтобы вы понимали, в традиционной торговле сейчас 40 тысяч магазинов, сейчас скажу, и поймите, когда сети растут, вот эти топ-сети, да, то есть, они, а в сеть могут попасть только большой производитель, то маленьких магазинов, да, то есть, эти местные производители, они не могут попасть туда, ну, в силу, не знаю, своей маленькости или там, они не попадают туда, и единственное место, где они могут реализовать свою продукцию, это традиционная торговля. С уменьшением, когда, поскольку традиционная торговля уменьшается как количественно, так и по объему, да, с уменьшением магазинов традиционной торговли, а традиционная торговля как? Ну, около дома магазин, который торгует просто продуктами питания, да, то есть, будет сокращаться и страдать тоже местный маленький производитель, поэтому тут как-то очень надо быть осторожным, да, то есть, как бы, развивая сети, мы можем обижать, не то, что обижать, да, то есть, как бы, сокращать долю маленьких, там, бизнесменов, которые там, маленькие магазины и маленьких производителей, да, то есть, ну, на сегодняшний день, там, в России, чтобы мы, там, современная торговля, где-то Россия у нас, чтобы понимали, вообще, так, 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 чего? Где, около 400 тысяч магазинов, так, я все скажу, нет, ну, да, 400 тысяч магазинов, из 4 тысячи, там, 27 тысяч, это современная торговля, это гипермаркеты, супермаркеты, мини-маркеты, это меньше, чем 10 процентов, но вот с этим количеством, да, они делают 60 процентов оборота, и они с года в год растут, они растут не только в Москве и Питере, они растут из-за предела, потому что сети, наши топ-тройка, они делают экспансию города, что происходит, когда они идут в маленький город, они открывают магазин в современном формате, и на следующий день, ну, я не хочу мрачно так нарисовать, но, в принципе, ну, не закрываются, но думают, как выжить, как маленькие магазины продуктовые, да, так и маленькие производители, и поэтому мы видим, что, да, в Москве будет развиваться быстрее всего и больше всего магазины шаговой доступности, так, которые имеют разнообразие, как сетевые, может, так и местевые, а в других регионах, да, то есть большие форматы, потому что там есть, есть и спрос, и место где-то строить. Ясно. И вот мой последний вопрос, вначале мы очень интересно говорили про интернет-торговлю, может быть, вы также можете обозначить направление интернет-торговли, самое перспективное в ближайший год? Ну, мне так кажется, что... Чем продавать там? Чем торговать торговлю в интернете? Мне кажется, что интернет-торговля, если говорить о продуктах повседневного спроса, да, то есть она за два года, она, ну, ненамного изменится, да, то есть, что, я говорю, что нам, мы любим новые вещи, да, то есть, но, поймите, покупайте, ну, нам не нравятся перемены, да, то есть мы все-таки, ну, более консервативны, и опять-таки, да, мы должны понять, что сегодняшний день покупатели, да, закупаются у нас для себя, это женщины, да, которые, ну, которые, интернет, который с интернетом, который больше всего дружит, это молодое поколение, и, как правило, мужчины, да. То есть, сейчас даже трудно сказать, какую там долю рынка, но, безусловно, на товары неповседневного спроса, да, электротелефон, оно будет занимать больше и больше места, потому что больше игроков, во-первых, становится на рынке, больше опыта у человека, да, он попробовал, он понял, что все работает, да, больше он может рекомендовать другим, и вот эти, которые, ну, основополагающие, конечно, будут этому способствовать. Ясно. Ну, все, спасибо большое, Лена, очень было все интересно. До встречи в следующем прямом эфире. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания.